Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов. Так как я работаю сегодня один, вот я вам точно так же рекомендую делать. Всё, погнали! Итак, макивары. И на мешочек. Отжимания на брусьях. Одно из самых моих любимых упражнений. Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта ВКР.РУ. Будашин.Ру, Будаблог.Ру, Макивара.Ру, докторшилов.ком. Совсем недавно в одном из интервью меня задали вопрос. Говорят, Михаил Юрьевич, а вот почему у вас пятый дан по карате, но всегда, когда вы снимаете свои какие-то обучающие ролики, вы всё время находитесь, вернее, вы всё время в какой-то одежде, но не в ги, не в каратеге, не в доге. Или, как это проще говорят, и в кимоно. Объясню, почему. Да, говорят, вы не считаете, что таким образом вы немного дискредитируете вообще понятие карате, и как бы этим всем вы демонстрируете, что вы не привержены этому направлению, хотя постоянно везде пишете, что карате – это вот основное стилевое направление, которое дало вам, как говорится, путёвку в жизнь. Нет, я не считаю, что я что-то дискредитирую, я поясню. Понимаете, вообще каратеге было изначально придумано как одежда рабочая. Это как и джинсы, когда-то были там одеждой рабочей, а каратеге – это была тоже такая, ну, не тренировочная изначально одежда. Это спецовка. И если честно сказать, то по тем временам, возможно, она была, скажем так, удобной. Как и там удобным был самурайский костюм для каких-то своих целей. Или что стало потом, в угоду какой-то ритуалике, он потерял удобство, но сохранился как таковой, чтобы соблюдать ритуалы какие-то. Вот так и каратеге. То есть, сохранился определённый стиль, сохранился ритуал, но об удобстве речь не идёт сейчас вообще никак. Я ответственно заявляю, что в каратеге заниматься неудобно. Удобнее гораздо заниматься в шортах и в майке. И ещё поясню, почему я считаю, что таким образом даже заниматься лучше. Причин на самом деле несколько. Итак, причина номер один. Удобство как таковое. То есть, заниматься в удобных специально скроенных шортах и специальной майке, или в рашгарде каком-нибудь. Удобнее просто по определению. Это и гигиеничный, и пот отводится лучше, и тело дышит лучше. И заниматься, соответственно, можно интенсивнее и дольше, и будет удобнее. Не выбивается ничего из-под пояса, ничего не прилипает, меньше потеет. И вам просто хорошо заниматься. Это первая составляющая часть. Вторая часть. Мои тренировки очень часто построены не так, что я занимаюсь только самотехникой. Либо базовой, либо техникой кумите, где, может быть, сам каратеги было бы на месте на своём. А очень часто у меня тренировки, то есть в них идёт обязательно и техника, и поединки. И в то же время есть ещё и силовая подготовка, функциональная подготовка и так далее. И переодеваться для того, чтобы позаниматься. Там сначала базовая техника, а потом пойти переодеться и позаниматься своим другим. Зачем на это время тратить? Время надо ценить, его не так много. А потом это часто бывает в процессе кругового самотренинга, так называемого, как мы ему название дали, кроссфайтинга. То есть когда во время самотренировки идёт и техника боевых искусств, и она перемежается в одном круге в упражнениях с техникой функциональной подготовки, использованной, например, в кроссфите. Вот. И это неудобно. А в кимоно, я так буду проще называть, неудобно делать это всё. Не предназначено оно для этого. Я, конечно, понимаю, кто занимается дзюдо или джиу-джитсу. Дзюдо или самбо. Там одежда имеет определённую функциональную роль, потому что на ней отрабатываются захваты. То есть это элементы экипировки, которые неотъемлемый характер носят. Здесь же такого нету, когда каратес занимаешься. И, конечно, когда выходишь на соревнования, то определённому ритуалу и дресс-коду следует соответствовать. Но во время тренировки не обязательно. Давайте будем ответственно говорить. Нам занятия искусствами, боевыми, что важнее? Внешний ритуал? Внешняя какая-нибудь атрибутика? Или как такова я подготовка непосредственно сама? Ну, конечно, это риторический вопрос. Конечно, конечно же, первое. Я, конечно, понимаю, что есть те люди, которые считают в точности да наоборот. Они считают, что если это каратэ, давайте соблюдать всю букву. Но не надо превращать это каратэ в театр ну или кабуки, где каждое движение пальцев носит определённый ритуал и так далее. Нам важно сохранить дух. Не будем строить церковь из каратэ. Понимаете? Церковь, она всегда дискредитирует веру. Она дискредитирует учения и дискредитирует дух. Точно то же самое происходит и в боевых искусствах. Когда мы вокруг искусства боевого строим какой-то храм, замешанный на массе ритуалов, каких-то атрибутов, каких-то там алтарей и всего прочего, то мы не тем занимаемся. Всё это должно быть вот здесь. Весь храм должен быть в голове, а не снаружи. А заниматься можно чем угодно. Я скажу ещё дальше. Когда отрабатываешь базовую технику, вот в одежде такой, в какой я сейчас нахожусь, гораздо заметнее все ошибки и недочёты. Кимоно скрывает эти недочёты. Они всегда незаметны, когда широкие рукава, широкие брюки всё это хлопает, чёлкает, всё там замечательно и акцент идёт не на то. Вот когда же человек делает свои ката в плавках так, что это выглядит эффектно, и значит, это говорит о том, что там действительно всё правильно. Все ошибки тут же видны. Я уверяю, что абсолютное большинство, кто делает вроде бы внешне, но эффектно ката в кимоно, стоит их самораздеть, они становятся куцами и не нуклюжими. Это как всё равно, что какую-нибудь собаку, такую мощную, какую-то солидную собаку вкинуть в воду, она вылезает, у неё вся шерсть прилегла, и она такая куцая становится, необычного вида. Вот эти люди так и выглядят очень часто. Понимаете? И только тогда, когда человек реально подготовлен, реально делает всё шикарно, я не про физическую форму говорю, не про телосложение, а про то, как он действительно двигается. И когда кимоно не скрывает правильности форм его движений, вот тогда можно говорить о том, что он действительно делает всё верно. Вот так вот. Ну и я, конечно, борьбу затронул, сказал, что там важно всё. Но, ребят, есть и такое понятие, как сам гегреплинг. Где нету никаких самозахватов за одежду. Более того, она там запрещена. Вот в жизни это более реально. Почему? Кто-то скажет, да не, в жизни как раз одежда всё время есть. Ребят, она в жизни есть, только непонятно какая. И будет ли она? Вот сейчас нам есть одежда? Я в жизни так хожу в этом. И многие так ходят. А если это на пляже? То есть, конечно, отрабатывать технику в куртках и с одеждой нужно, но как дополнительный момент, а не как основной. И поэтому занимайтесь вот в одежде простой, которая удобна и функциональна. Я скажу даже больше. Классно заниматься в компрессионном белье. То есть, на ноги компрессионные, сверху рашгард, или тоже компрессионка какая-нибудь. С длинными рукавами можно, можно короткими. Если вы занимаетесь один, можно вот такой одежды делать, если вы не предполагаете бороться. Потому что, конечно, возиться голой кожей друг по другу, это можно, но это не очень гигиенично. Там рашгард подходит больше для цели. Вот, друзья. Так вот. Но все-таки основополагающим фактором является то, что в одной из тренировок строится многокомпонентный тренинг. То есть, когда есть в одной тренировке все. И физуха, и силовуха, и функциональная подготовка, на вносливости, бег, и ударное на снарядах, и так далее, и так далее, и так далее. И это мы называем кроссфайтинг. Вот сегодня у меня тренировка по кроссфайтингу. Я вам сейчас и покажу, я вам объясню, почему. На своем примере наглядно, почему лучше тренироваться в такой вот одежде, в какой я сейчас. Вот. И поэтому я считаю, что вопрос этот исчерпан. Но, когда доходит дело до соревнований, есть регламент, если это дзюдо, выходит в дзюдоге, если это, например, по карате, выходим в каратеги, если это грэплинг, выходим в рашгардах, или в чем там оно положено, и так далее. Потому что там есть правила, есть регламент. В тренировках правил и регламента нет. Все так, как ощущаете вы себя. Мир устроен так, и смысл в нем такой, какой мы сами в него закладываем. И не надо, чтобы в боевых искусствах одним из краеугольных, с вами камней, стала внешняя вот атрибутика и экипировка. Нет, ни в коем случае. Как только это начинается, боевое искусство и дух утрачивается. Прежде всего, сам тренинг. И чтобы тренинг был максимально эффективным, у вас одежда должна быть максимально эффективная, максимально приспособленная для тренировки как таковой. И помните, что все эти атрибуты, кимоно и все это было в старину. Не будем отставать от жизни. Будем идти в ногу со временем. Ну а сейчас будет тренировка по кроссфиту и по кроссфайту. Так как я работаю сегодня один, без партнеров, без товарищей, то есть у меня такая индивидуальная тренировка самого для себя, то работаю я следующим образом. У меня будут упражнения, которые бойцовские, в основном ударной направленности. То есть борцовских не будет. Здесь у меня нету куклы и не хочу я сегодня автоматы выносить. То есть я покажу один из вариантов. Как построена у меня самая тренировка будет. То есть у меня будут упражнения идти так. Одно специальное бойцовское функциональное, потом за ним следует какое-то упражнение из кроссфита или из стритворкаута. Потом опять бойцовское. Так вот через одно. А порядок упражнений будет у меня буквально следующий. Значит, первое. Бой с тенью. Бойцовское. Второе. Удары молотов. Третье. Работа на макеваре Камертон-Шилова. Четвертое. Это подтягивания. Пятое. Работа на мешке. И шестое. Отжимания на брусьях. Вот таким вот образом будет это все построено. Может я немножко перекомпоную чуть-чуть. Но суть сохранится та же. И вот такой. Это вот один круг. Переход от одного к другому упражнению без перерыва вообще. Потом делается перерыв. Восстанавливаемся немножко. Пульсовую зону. Уходим до 120 вниз. Ну, это мне так надо. Вот. И все. И следующий круг. И так это делается каким образом? Либо мы по времени. Мы будем доделироваться по времени. То есть, например, я ставлю себе саму задачу в таком ключе работать полчаса. Или ставлю себе задачу в таком ключе работать час. Вот. Либо я себе ставлю задачу сделать какое-то конкретное количество кругов. То есть, три круга. Или пять кругов сделать. Вот таким вот образом. Чаще всего я работаю по времени. И уровнем интенсивности тренирую нагрузку. Вот таким вот. Почему? Потому что для меня время более критичный и лимитирующий фактор. То есть, у меня тренировку строю больше по времени. Вот. Но когда времени много, тогда можно разбить и на круги. Но, понимаете, опять же, такой момент. Очень важный. Если тренировка лимитирована по времени, то, как правило, всегда стараешься в этот промежуток уложиться как можно больше. То есть, ставишь, ну, примерно так ориентируешься, что за это время я должен сделать там, ну, три круга, например. Смотришь по времени, не получается доделать, да, три круга. Стараешься быстрее. И нагрузка, соответственно, выше. И в конце концов успеваешь. Ну, либо чуть-чуть не успеваешь, а занимаешь еще пару минут. Вот таким образом. Если же сразу ставишься задачу на пять сантиметровых кругов, и это не лимитированного времени, тренировка всегда получается в интенсивности ниже. Почти всегда. Да какая бы сила воли ни была у вас. Потому что вас ничто не держит. Вы можете там ходить, медленно переходить от одного упражнения к другому. Чуть сделать больше разрыв между кругами и так далее. Когда у вас четкое время, вы пашете. Вот я вам точно так же рекомендую делать. Ну что, приступим. Абсолютно во всем очень важен тайминг. Поэтому бой с тенью и упражнения другие делаются тоже по таймеру. Либо секундомером пользуюсь, либо таймером. Вот для того, чтобы раунд отмерить, это боксерский таймер. Все, погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, бой с тенью был 3 минуты. Теперь молот 100 ударов. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Легcastед plagival Опереданий Стали��� Gravers Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И приветствую process Добавил DimaTorzok Был убежал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Буду сдал DimaTorzok Так, чтобы нагрузиться, почувствовать памп, потому что если я рассчитываю на 5 подходов, то я должен так силы рассчитать, чтобы не выложиться в первом круге по максимуму. Иначе дальше интенсивность тренинга будет низкая и сам слабая. И сами круги короткие получатся. А круги должны быть довольно длинные, если я направлен на функционалку и на жиросжигание. Итак, на перекладину. Продолжение следует... Ну вот, максимум у меня 30-32 раза в более быстром темпе. Сейчас я наполню, разгибал руки, амплитуда максимальная, 20-ник. Поехали дальше. На мешочек. Опять боксерский таймер. Понеслась. Поехали. 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 И отжимания на брусьях. Одно из самых моих любимых упражнений. Рекорд 75 раз. Ну, сейчас, как я уже сказал, не в полную, однозначно. Потому что еще несколько кругов впереди. КОНЕХ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это такая уже работа подготовительная, обрабатывающая То есть она готовит на то, что нагрузка будет хоть и ровная, но довольно-таки тяжелая Потом руки уже подзабиты после молота Мы разбрасываем руки на макеваре На макеваре при пробивном ударе удар резкий не нужен Он довольно плавный должен быть, потому что в нем прорабатывается больше скоординированность на прожимание снаряда То есть больше подводящие упражнения на пробивание на глубину без большого темпа и без скорости приема Чтобы внутримышечная координация была Особенно это ценно после нагрузки с физической на руки Почему? Потому что быстрые волокна, самые резкие и точные Выключаются, которыми мы обычно пользуемся И остаются те, которые у нас, как правило, недоработаны Потому что мало кто тренируется, мало кто ставит удар на пробив Если первоначально руки не загрузил И эти мышцы, обычно эти волокна, не проработаны и в ударе не подключаются Они очень ценны Если их научиться скоординированно включать вместе с быстрыми в удар Чтобы отработали быстро и на бросок удара А на прожимание дальше и на время контакта срабатывали медленно Сформируя стабилизацию в приеме То удар получается очень мощный И потом все то же самое делается в очень быстрых ударах Но уже только гораздо большее количество волокон мышечных выключается удар Среди чем удар становится более сильным и скоординированным Потом дальше идет отжимание Это подтягивание шло Опять же здесь работает плечо лучевая Которая на себя все тянет И это широчайшее, то что работает при борьбе Если мы работаем со смешанный стиль У нас идет и борьба, и удар И очень часто бывает, что долго в борьбе возились Там наоборот все на себя как правило тянешь А потом стойку подняли, нужно выбрасывать И руки находятся в легкой крепатуре То есть все стремится сжаться И здесь мы уже на мешке руки разбрасывали больше Чтобы сразу после того, как у нас антагонисты Если бицепсы и широчайшие за них принять Поработали, надо чтобы поработали их антагонисты И при этом научиться антагонисты расслабить Чтобы можно было быстро переходить из борьбы в ударку Это очень важный момент Потом, значит, после этого У нас после этого шла работа в отжимании Опять же, здесь какая суть Мы руки разбросали, расслабили немножко И сделали пампинг на кровь заполнения И сейчас вторая часть пойдет Она начинается опять с бой с тенью И там мы руки опять разбрасываем После того, как мы закрепостили их Вот, работаем больше на дриблинг На разброс, на легкость Вот так и построена тренировка Теперь вам смогли понять По каким базовым принципам она выстраивалась То есть, не просто набор упражнений взяли И как-то запихали его Нужно просто грамотно построен быть Я вот запишу несколько видео Где буду показывать, как надо правильно строить тренировку В кроссфайтинге Салют До новой встречи До скорой Продолжение следует...